Здравствуйте, друзья! Как я в предыдущем выпуске говорил, я сейчас нахожусь в отпуске полтора месяца, во всяком случае до конца сентября, но раз в неделю буду периодически выходить в эфир и делать очень такие краткие обзоры. Но пока я не доехал еще до американским Армениям, которые я обещал, в данный момент нахожусь еще в Соединенных Штатах, в городе Сан-Франциско на этот раз, я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы оставляете в комментариях под видео. Я буду отвечать блоками, всего по 5-6 вопросов, чтобы не утомлять вас, но зато это будет еженедельно, и на вопросы я буду отвечать только те, которые считаю нужным. Я имею ввиду, чтобы никого не обидеть на те вопросы, которые никого не обижают, никого не ущемляют, а просто вопросы, порядочные, нормальные вопросы от порядочных нормальных людей. Вот тут вопрос от Лиды Карабаш. Очень хотелось бы, чтобы ваша программа «Армянский след» вышла про Туркменистан. Вы знаете, Лида, я тоже очень бы хотел снять про Туркменистан, но наверняка вы в курсе того, что в Туркменистан очень сложно было всегда попасть, даже еще в доковидные времена. Это сложное государство, сложность получения визы, но все-таки я обещаю вам, что я пробьюсь в Туркменистан. Если я уж пробился в Папуа-Новую Глинею, то что мне в Туркменистан не пробиться? Я думаю, все будет хорошо, обязательно сделаем, тем более в рамках «Армянского следа», который я снимал в Средней Азии, в Узбекистане. Вот Таджикистан скоро выйдет тоже, Узбекистан уже вышел, где у нас еще Казахстан, Кыргызстан были, поэтому Туркменистан грех не снять, тем более, что «Армянский след» там достаточно такой глубокий, богатый, есть чего показать, рассказать, и о том, что было, как сейчас есть. И вы знаете, политики я не касаюсь, политика страны это личное дело тех людей, которые живут в Туркменистане, и поэтому, если я поеду туда, то, естественно, речь будет только об армянах и ничего более. Ну и, естественно, о дружеском туркменском народе, ничего более. Поэтому я с удовольствием это сделаю, сам ожидаю этот день, и когда у нас наступит моя поездка в Туркменистан, и перед тем, как туда ехать, я обязательно сообщу, или не сообщу, посмотрим, как обстоят дела. Следующий вопрос от Давида Калантаряна. Можно ли будет купить вашу книгу в магазинах Армении или с заказом из России? Ну, речь идет, я так понимаю, о книге «Записки странствующего армянина», которая выйдет в 2023 году, буквально уже на следующий день. Книга будет приурочена и к десятилетию «Антитопора», и вообще по всем моим поездкам, как я уже говорил, первые 40 стран войдут в этот первый том, это будет первый том, то есть будут последующие тома. И там будет много очень интересного, что меня сопровождало, мои приключения в разных странах. И книга написана так, чтобы это было интересно читать не только армянам, но и представителям других национальностей. Вот, да, я думаю, что можно будет приобрести в магазинах Армении, в магазинах России, и если кто-то хочет, значит, приобрести с первых рук, то есть у меня, это будет и на нашем сайте «Антитопор», так что можете на наших ресурсах это все приобретать. Но опять же, как только выйдет книга, я, естественно, дам об этом знать, и можно будет это сделать. Хочу также напомнить, что героями этой книги могут быть каждый из вас, и они будут, я имею в виду персонажи, потому что во всех моих поездках я встречался со многими людьми, и они все в моей памяти. Не думайте, что я о вас забыл, всех я о вас помню, всех я о вас тоже упомяну, так что все будет очень хорошо. Но также с этой книгой я буду ее презентовать в городах России, я буду ее презентовать в Армении, в городах других стран мира тоже обязательно я ее презентую. Так что ждем, я жду вместе с вами. Арман Аганян, могли бы вы в ближайшее время приехать на юг Франции? Ну, на юге Франции я уже бывал, в Провансе, в Марселе я был, где я еще там был, в Ницце я был. По поводу ближайшего времени у меня таких планов нет, потому что я уже там был, и одна из глав моей будущей книги будет посвящена как раз-таки Провансу, Марселе. Но если вы хотите меня пригласить, ради бога, пожалуйста, можно обговорить это дело. Напишите мне на электронную почту, обговорим, и я могу приехать без проблем. Сообщение от Рафиби Глориана. Хотелось бы, чтобы вы организовали вечер встречи с вашими зрителями в Америке. Вы знаете, я тоже давно этого хочу, и у меня сейчас как раз-таки тот период, когда я мог бы это сделать, то есть я проехался уже по многим городам Соединенных Штатов, как я уже сказал, сейчас в Сан-Франциско, но я посчитал это делать сейчас нецелесообразно. Но, ну как вы думаете, ну встречусь, ну и что дальше, поговорим и все. А так вот выйдет книга, и я проедусь по городам Соединенных Штатов уже хотя бы не с пустыми руками. Я сделаю презентацию, вы получите эти книги, и мы, конечно, с ее сядем, поговорим. И в Бостоне, и в Нью-Йорке, и в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе, в Хьюстоне, в других городах. Так что все это, конечно, будет, но опять же, давайте после книги подождем. Ну а так встретиться, поговорить, я думаю, вы свое время отнимете, да и я свое время отниму. Ну это будет просто разговор, конечно, по душам, но чтобы был разговор более такой близкий, и на тему какую-то определенную, давайте уже дождемся, опять же, выхода книги, и на презентации мы поговорим о чем угодно, кроме книги. Сообщение от Карине Пило, она пишет, «Везде в чатах азербайджанцы ведут себя отвратительно. Чем они могут гордиться?» Ну, есть, наверное, такие азербайджанцы, которые не ведут себя отвратительно, во всяком случае, ничего не пишут, это уже хорошо, но есть такие, конечно, которые ведут себя отвратительно, согласен. Есть такое, ну что тут поделаешь, уровень воспитания такой. Чем они могут гордиться? Ну чем они могут гордиться? Они много чем могут гордиться. Они могут гордиться немцам Рихардом Зорге, да, они могут гордиться армянином Адамяном, они могут гордиться там евреям-полякам Ростроповичем, они могут гордиться чеченцам-адыгейцам и прочим-прочим Магомаевым. То есть они могут гордиться, да, вот этими личностями они могут гордиться. К сожалению, они не могут гордиться с такими личностями, такими личностями, как Раймон Дамадьян, один из создателей МРТ, которым пользуются в Азербайджане в том числе. Почему я именно его сейчас вспомнил? Потому что буквально вот недавно, несколько дней назад, он скончался в Соединенных Штатах Америки. И, естественно, как я уже говорил, их, наших соседей, азербайджанцев, вроде бы как в три раза больше армян, а вот ученых и личностями в мире, которыми можно гордиться, в десять раз меньше. Вот и приходится им, что делать? Выходить вот в такие эфиры, вести себя отвратительно и нести ахинею. Но мы-то лучше, давайте будем терпимее относиться к ним, вот в этих вот самых эфирах, в комментариях и так далее. Просто не обращать на них внимания. Сообщение от Сатиник Некугасяна. Просьба, не хочется больше слышать на тему Азербайджана. Вы часто путешествуете, давайте лучше об этом. Сатиник, я вас очень хорошо понимаю, мне самому уже надоело о них говорить, потому что как горох об стенку, да? Но вы должны понимать и другую сторону вопроса. Идет жесткая информационная война. И если им не противостоять, то сами понимаете, это не есть хорошо. Мы живем не в Швейцарии. Наша страна называется Армения, а не Швейцария. На нас нападки, в том числе информационные, причем исторические, культурократские. И на это надо обращать внимание. Так что вы подумайте хорошо. То, что вы мне предлагаете, это дорога никуда. То есть мы отдаем им Арцах, мы отдаем им Западную Армению, мы отдаем им остальные кусочки. Мы еще и себя должны полностью что-ли им отдать. Вы, наверное, не в курсе о происходящем, либо же что-то недопонимаете. Думаю, вам нужно изучить вопрос и понимать другую сторону медали. Мы живем не в то время, когда не нужно обращать внимание на их нападки, на территориальную целостность Армении, историческую, исторический вопрос Армении, культуроведческие. Вам нужно это все знать, сотенитник Агасян. Я думаю, что вы взрослый человек, раз вы написали такое предложение, да? Но при этом надо думать, надо думать. Мы не в то время живем. Я сам бы рад, но, увы, когда-нибудь, возможно, настанет такое время, когда антитопор переименуется в более такое масштабное, глобальное и касаться будет исключительно только армянских каких-то культурных наследий по всему миру, чего я, кстати говоря, и делаю. Но я не могу постоянно делать об этом, потому что все, о чем я говорю об армянских культурных наследиях в мире, все это можно украсть. А крадут вы знаете кто? Наши соседи азербайджанцы. Подумайте еще раз. И еще вот один тут вопрос, последний вопрос на сегодня. Я буду, как я говорил, блоками раз в неделю выходить, по пять-шесть вопросов отвечать, потому что не имею возможности это делать больше. Вот тут у меня спрашивают, если вы будете во Фрезно, хотелось бы, чтобы вы рассказали о американском писателе Вильяме Сараяне, где он жил, показали его могилу, ну и так далее. Ну что ж, постараюсь выполнить ваше обещание и на всякий случай хочу с вами попрощаться и до следующего выпуска я снова выйду в эфир и снова же отберу вопросы и буду на них отвечать. Может это будет не через неделю, может это будет совсем скоро. Так что оставайтесь в эфире, а вот вам город Фрезно. Ну вот по вашему запросу мне пришлось вернуть с маршрута и я заехал в город Фрезно, в Калифорнии. Много здесь объектов армянского культурного наследия, конечно, очень много. Здесь родились два гения и оба гения армяне по национальности. Это Кирк Киркорян, ну известный бизнесмен, владелец, бывший владелец, уже так как он почивший значит казино Лас-Вегаса, обладавший 40% казино Лас-Вегаса, Крайслером, ну и значит метро Голдвин Мэйер, насколько я знаю. Он родился здесь во Фрезно. Ну и второй гений, американский классик, писатель Вильям Сараян, тоже из этих мест. На нем я остановлюсь подробнее, но чуть позже. А сейчас я расскажу немножко об армянском культурном наследии во Фрезно. Вот здесь за мной сейчас церковь. Вот она, видна вам. Церковь Сент-Поль, Сурпогос. Значит, сейчас я вам покажу ее. Вот такая красивая церковь. Вовнутрь, к сожалению, войти не могу. Сегодня она закрыта. Вот такой здесь садик вокруг храма небольшой. Ну а сейчас пойдем, вернее, поедем в другие места. Хочу посетить и показать вам армянское кладбище, где похоронены наши знаменитости. Побываем у театра Вильяма Сараяна. Ну и еще по пути посмотрим, куда заедем. А сейчас я иду по Гриффит-Вэй, в том же Фрезно, где долгое время проходил и жил на этой улице писатель Вильям Сараян, лауреат полицеровской премии. Много лет он ходил по этой улице, покуда не скончался в 1981 году. Вот мы дошли до его дома. Вот здесь вот имеется табличка. Дом вполне в хорошем состоянии. Информация о писателе. Ну и сама вот это вот его свадьба, где писатель долгое время жил и работал, написал много разных хороших произведений. Не только на местную американскую тематику, но и, естественно, же на армянскую тематику. Писатель был достаточно таким патриотичным человеком, любил Армению, приезжал в Советский Союз, в Советскую Армению. Отсюда сейчас мы поедем на кладбище, где захоронена часть останков Вильяма Сараяна. Насколько я знаю, вторая часть была перевезена в Ереван, в Армению. Другая часть останков похоронена здесь, на кладбище. Ну а вот, собственно говоря, армянское кладбище Фресна названием Арарат. Здесь, наверное, долго вот приходится, придется искать, потому что могилы тут не совсем такие, каким мы привыкли видеть. То есть, это не какие-то там постаменты, памятники. Здесь обычные плиты, в чем и создается трудность нахождения этих самых могилок. эти обычные такие плиты с именами, фамилиями умерших. Будем искать. Посмотрю, кто здесь похоронен. Ну и, соответственно, покажу вам. Вот такие вот плиты небольшие с эпитафиями. Ну, эпитафии тут тоже, скажем так, коротенькие. есть такие фамильные места. Вот. Иду осторожно, чтобы нечаянно не наступить. Но и в то же время надо вчитываться, найти тех, кого мы ищем. Что так очень сложно искать. и я никого здесь не вижу, кто бы мог подсказать, где похоронены Вильям Сараян и многие другие наши соотечественники. Это все армяне, это все наши соотечественники, кто здесь похоронен. Вот тут семья Кутнериан Даяна Кутнериан Мигрант и еще там в конце Саркис. То есть, если эти могилки хоть видны издалека, фамилии Василиан, я вижу Вартанян, Фрэнк Магарян, ну и прочее, то Вильяма Сараяна я пока не вижу. Может быть это вот на этой стороне кладбища. Обратите внимание, как красиво, чисто, все очень так ухожено. Кипарисы, такие стройные, высокие кипарисы. Впереди вот такая вот интересная стелла с флагами. Сейчас увидите Армении и Соединенных Штатов Америки. Подойдем ближе. Ну, здесь пока я иду, покажу вам эти могилки. Вот они. Здесь даже есть могилки с рисунками. Я не знаю, что они означают. жираф. Ну, вот здесь знаки и дошнаков, и гора Арарат. Снова дошнаки. люди в разные годы умершие и родившиеся здесь во Фресно. Здесь есть большая такая плита. Найри Ториджан. Молодая совсем. Да, и скончалась молодой в 2005 году. мы приехали с цветами и, честно говоря, не знаем, куда их возложить, эти цветы, потому что не видим те могилы, которые мы хотели бы тоже увидеть, но это не страшно. Все армяне мы свои люди, все мы родственники, как говорится, в случае чего цветы возложим всем. А вот сама Стелла. Вот она какая красивая, с армянским и русским флагами. Ну, вы поняли, что это за Стелла. Сейчас я подойду ближе и вы увидите. Конечно же, это Сагамон Тейлерян. наш армянский мститель. Эх, сейчас нам таких Сагамонов Тейлерянов не хватает. Столько туркоподобных и среди представителей нашей национальности не хватает нам таких Сагамонов Тейлерянов. Увы. Увы и ах. Ну, у меня есть выпуск по поводу Сагамона Тейлеряна. Можете посмотреть, когда я был в Сербии, я делал интервью с его внучатом племянником, который живет в Сербии. Кстати, сам Сагамон Тейлерян жил тоже в Сербии. Его родители там жили. Я показывал их дом, был в его доме. Вот, так что посмотрите этот выпуск. обязательно. Ну вот, возложили цветы Сагамону Тейлеряну и я дальше в поисках могилы Вильяма Сараяна. Жаль, конечно, что у меня здесь никого нет во Фресна, чтобы могли подсказать, показать. Ну вот, увы и ах. Да, кстати, хочу сказать, что здесь за забором, буквально, вот за вот этим забором, там рабочие работают, мексиканцы какие-то. Есть еще одно кладбище Арарат. Внимание, но оно не человеческое. Это кладбище для животных. Я так понимаю, что армяне позаботились и о братьях наших, меньших. то есть есть земля под кладбище именно для своих животных, умерших, любимых питомцев. Собачек, кошек и прочее. Так что вот захоранивают тут не только родных и близких и поминают, но и своих питомцев. Это дорогого стоит, это очень хорошо. Кстати, в России с этим большая очень проблема. И мне нравится, что в Америке, в Европе есть такие места, где можно похоронить и своих питомцев. Легуармян во Фресно есть даже такое вот свое кладбище. Ну, касаемо людей, вот они, вот эти все плиты. Давайте я пока без камеры попробую еще поискать. Вот как найду, так я вам и покажу эту могилу. Слушайте, ну, вот, в принципе, все стало теперь на свои места, все теперь ясно. Это уже я на другом кладбище нахожусь, тоже на армянском. А там, где я был и не мог найти могилу Вильяма Сараяна, это получается новое кладбище, оно такое дополнительное, так как здесь, на старом кладбище, уже практически нет мест захоронения, и местные армяне выбили себе землю для нового кладбища. Там же, где, кстати говоря, Сагамонт Элериан похоронен. Поэтому и меньше то кладбище. А вот это, вот, где я теперь, сейчас, это уже вот такое вот огромное армянское кладбище. здесь похоронены очень много могил рожденных в начале 20 века, в конце 19 века, родившиеся в Стамбуле, в Западной Армении, то есть, это те беженцы, спасшиеся от геноцида армян, их потомки, которые позже перебрались сюда, во Фресно. И вот здесь они вот все похоронены, большая часть из них. Вот я здесь вижу Будакян, здесь и артистов очень много, и ремесленников, врачей, очень много всяких. Вот тут, видите, уже такие могилы привычные нашему взору, да, не просто плиты. И плиты тоже есть, но их меньше. В основном могилы. И вот сейчас, вот уже я даже отсюда вижу могила Вильяма Сараяна, куда я и ехал. Вот она, уже отсюда видна эта могила Вильяма Сараяна. Сейчас покажу. Вот. Вот и добрался. Вильям Сараян, август 31-го года, 31-го, вернее, августа 8-го года рождения, и 18-го мая 81-го года. И Люси Сараян, здесь похоронена. Ну, вот, теперь все стало на свои места. Теперь уже понятно, что да как. еще раз покажу вам это старенькое армянское кладбище в городе Фресна. И отправлюсь дальше. Согласитесь, здесь очень чистенько, красиво, аккуратно, за могилками ухаживают, специальные рабочие. все замечательно. Ну, и сейчас будет последний наш маршрут, скажем так, остановка в городе Фресна. Это театр имени Вильяма Сараяна. Я вам его тоже покажу. Ну, а дальше уже двинусь в Сан-Хосе. На сегодня Фресна, я думаю, будет достаточно потому что город-то в принципе особо-то и небольшой. И вот я видел, кто-то в комментариях писал, что город основали армяне. Нет, город армяне не основали и более чем. Здесь община армянская, да, она большая, но не сказать, что их большинство абсолютно нет. Я бы даже сказал, здесь больше латиносов и индусов. Во всяком случае, я больше индусов встречал. армяне внесли значительный вклад в этот город, в культуру этого города, поэтому и кажется, что он такой весь из себя армянский. И как я уже сказал, два гениальных личности, Киркарян и Вильям Сараян, то есть уже что-то значит. Ну и помимо этого, чего я показал, здесь, конечно, еще есть армянский культурный центр, есть здесь школа, где изучают дети родной язык армянский, ну и много чего другого, о чем я могу даже не знать, потому что я не житель этого города и с жителями этого города не знаком. Конечно, были бы те, которые смогли бы мне помочь более близко ознакомиться с этим городом, с армянской культурой этого города, то было бы, конечно, великолепно, но увы и ах, времени мало, время поджимает, нужно ехать вперед, и как я обещал, сейчас все театр, ну и до скорого. Ну вот, уже добрался до театра Вильяма Сараяна, сейчас я вам его тоже покажу, достаточно такой большой по фресновским городским меркам театр, жарко, страшно, Калифорния, вообще такое жаркое место, но это еще ничего терпимо, учитывая, где я был до этого в Аризоне, там вообще до 50 доходило, так что здесь еще терпимо, ну вот, мы и дошли до театра Вильяма Сараяна, вот он такой весь из себя в виде пирамиды крыша, кстати, театр находится в даунтауне, его проще всего найти, вообще все, что в даунтауне, всегда проще найти, ну, когда на машине, впрочем, и все остальное тоже несложно найти, вот тут такой даунтаун, города Фресна, будете здесь, обязательно загляните в театр, говорят, там много постановок на тему произведений Сараяна.